От станции киевского метро Житомирская отправляемся на экскурсию по маршруту Киев-Бердичев-Летичев-Меджибош. Экскурсию начинаем с Бердичева, районного центра Житомирской области с населением 75 400 человек. Территория, на которой расположен город, была заселена еще во II тысячелетии до н.э. Римокатолический монастырь-крепость Ордена Босых Кармелитов, построенный в стиле барокко, является визитной карточкой Бердичева. Почему Босых Кармелитов? Из-за обычая класса их тела в гроб босиком. Свою историю монастырь ведет с 1630 года, когда полководец Януш Тышкевич отдал свой дворец под монастырь Ордена Босых Кармелитов за то, что те молились о его освобождении из татарского плена. Кроме замка, вельможа подарил ордену образ Бердичевской Божьей Матери, село и ежегодную денежную помощь. В жемчужине монастыря является двухэтажный костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии или Бердичевский Мариинский костел. Нижний костел был заложен в 1634 году, а освящен в 1642 году. В 1739 году кармелиты приступили к строительству верхнего храма на фундаменте нижнего костела по проекту архитектора нидерландского происхождения Яна Девитте и под его руководством. Построенная базилика была освящена в 1754 году киевским епископом Каэтаном Солтеком на празднование Святой Троицы. Впечатляет внутреннее убранство костела, присущее пышному барочному декору, где объединены сдержанная белизна стен с позолотой, лепниной, резьбой и рисунками, выполненными по сырой штукатурке. В главном алтаре костела непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии располагается чудотворная икона Матери Божьей Бердичевской – Адегитрия, главная католическая святыня Украины. На иконе изображена Богородица с маленьким Иисусом на руках, который правой рукой благословляет, а левой держит книгу, соответствующую иконографическому типу Христа Вседержителя. С догматической точки зрения, главное значение этого образа – приход в мир небесного царя и судьи и поклонение Господнему Младенцу. Чудотворная икона Матери Божьей Бердичевской, почитаемая равноценно как католиками, так и православными, привлекает в монастырь Ордена Босых Кармелитов, паломников и туристов. Оригинальная икона Божьей Матери, подаренная Ташкевичем Кармелитом в 1642 году, сгорела в июне 1941 года. В 1990 году краковская художница-реставратор Бажена Муха Савинская написала копию иконы Матери Божьей Бердичевской, которую папа Иоанн Павел II благословил и осветил 9 июня 1997 года в костеле Святой Ядвиги в Кракове. 19 июля 1998 года икона была коронована для санктуария Матери Божьей в Бердичеве. Церемонию провел епископ Киева-Житомирской епархии Ян Пурвинский. Настоятель костела с мирянами. Слева двухэтажное здание Музея истории города Бердичево. Бердичевская музыкальная школа основана 23 апреля 1945 года и с 1979 года располагается на территории монастыря Босых Кармелитов, занимая площадь около 2000 квадратных метров. Численность обучающихся 450 учеников, занятия проводят 49 педагогов на 7 отделениях. На фронтоне фасада Мариинского костела с ликом Богородицы установлены каменные резные фигуры святых Иоанна Крестителя, Богородицы и Терезы. Лицевой фасад костела выполнен вогнутым на всю высоту здания. Вход в костел оформлен одномаршевой полукруглой лестницей. Мариинский костел, построенный в стиле барокко, имеет следующие габариты. Длина здания 32 метра, ширина 20 метров, высота 24 метра. С целью повышения броноспособности двухъярусному надворатному корпусу XVIII столетия были переданы ломаные контуры с двумя линиями бойниц и парой тяжелых чугунных ворот. От костела Босых Кармелитов направляется в центр города. Бердичевский педагогический колледж осуществляет подготовку учителей по специальностям дошкольное образование, социальная работа и музыкальное искусство. 24 августа 2021 года на центральной площади города Бердичево возле здания городского совета идет подготовка к празднованию Дня независимости Украины, которая состоится вечером. Бердичевский пивзавод, построенный Чехом Станиславом Чепом в 1861 году, использует технологию, отработанную до совершенства за многие годы эксплуатации завода, что позволяет выпускать 10 сортов живого пива. Наиболее востребованы марки пива в Украине и за рубежом. Бердичевское, Хмельное, Лагер, Юбилейное, Жигулевское, Кармелит, Гетманское, Оригинальное, Пшеничное, Старый Бердичев и Вечерний Бульвар. В 50 метрах от центральной площади по адресу Европейская улица 25 располагается костел Святой Варвары, который знаменит тем, что в его стенах 14 марта 1850 года произошло венчание графини Эвелины Ганской и великого французского писателя Анареда Бальзака после 20 лет переписки, полутайных встреч, гражданского брака и юридических препон. В память о венчании в 1966 году на стене костела была установлена мемориальная доска. Этот крест установлен в память 240-летия основания парафии Святой Варвары 1759-1999 годы. Надпись на поперечине креста гласит «Будь воля Твоя, Господи!». Костел Святой Варвары выполнен в виде трехнефтной, четырехстолбной, кирпичной, штукатуренной и побеленной базилики, оформленной в стиле барокко. В 1756 году на месте нынешнего костела была построена деревянная восьмигранная часовня в честь коронации иконы Матери Божьей Бердичевской. В 1759-1782 годах в Бердичеве был построен деревянный приходской костел Святой Варвары на средство магната Варвары Радзивилл в честь ее небесной покровительницы. Нынешний каменный костел построен в 1826 году. Грод Божьей Матери воздвигнут в честь коронации чудотворной иконы Матери Божьей Бердической в 1750 году. Следует отметить, что в костеле играл юный Фредерик Шопен и был крещен Джосеф Конрад. Поселок городского типа Литичев административный центр Хмельницкой области с населением 10,5 тысяч человек основан в 1362 году. В летописных источниках впервые упоминается в 1411 году. Магдебургское право получено в 1429 году. Памятник Устиму Якимовичу Кармелюку, украинскому национальному герою, возглавившему крестьянское движение в Подолье в 1813-1835 годах. Сохранившаяся северо-западная башня и восточная стена Литической крепости, построенной в 1598 году Яном Потоцким. После того, как в 1606 году Литичевский старостоян Потоцкий из протестанта обратился в католика, замок перешел в распоряжение монахов-доминиканцев, которые принесли с собой из Ватикана копию иконы Божьей Матери из Римского собора святого Петра, подаренную им папой Климентом VIII. В том же году началось строительство доминиканского мужского монастыря, доминантой которого стал костел Успения Пресвятой Богородицы. Костел Успения Пресвятой Богородицы, построенный в барочном стиле, окружен с двух сторон небольшими башенками. Его главный фасад увенчан фронтоном. На основании работы комиссии, которая занималась исследованием чудес, в 1778 году Папа Римский Пий VI осуществил коронацию образа Литичевской Богородицы, тем самым засвидетельствовал, что икона на самом деле является чудотворной. С переходом советской власти в 1920 году иконы Литичевской Богородицы вывезли в Польшу, поэтому в настоящее время в монастыре хранится одна из лучших ее копий. Сама чудотворная икона находится в Люблинском храме Матери Божьей Розариевой в Польше. В 1933 году костел был закрыт. Длительное время его помещения использовались под конюшню, склады, портняжную фабрику, профтехучилище и так далее. В 1989 году костел Успения Девы Марии торжественно вернули прихожанам. Меджибожский замок, построенный на холме, который с южной стороны обтекает река Бук, а с северной – река Бужок, расположен в поселке Меджибож Литического района Ахмельницкой области в 30 километров от города Ахмельницкий. В плане форма замка представляет собой трехугольное сооружение с мощными стенами толщиной до 4 метров и угловыми башнями. Пятигранная рыцарская башня с амбразурами размещается в северо-западной части замка. Вынесена за линию стен замка для обороны главных ворот крепости, выполнена из гладкого известняка. На стене башни размещается барельеф Тараса Шевченко и памятная табличка, которая уведомляет, что 4 октября 1846 года во время археографичной экспедиции в Меджибоже останавливался Тарас Григорьевич Шевченко. 4 октября 2008 года на территории историко-культурного заповедника Меджибож при участии тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко был открыт Музей памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Хмельницкой области, который был первым в Украине музеем, целиком посвященным трагедии сталинского геноцида народа Украины. Автором, идейным вдохновителем и главой художественного совета коллектива, который буквально за три месяца создал музей из руин бывшего каретного корпуса Меджибожской крепости, был народный художник Украины Николай Иванович Мазур. Экспозиция музея сформирована из 400 секретных документов и почти полутора тысяч экспонатов, включающих сотни орудий крестьянского труда, инвентаря, домашней утвари, скульптур, образцов, размещенных на площади 500 квадратных метров, представляет собой масштабную художественную инсталляцию, попадая внутрь которой, современный посетитель испытывает ужас голода, беремени справедливости, драму жизни, труда и смерти и одновременно надежду на жизнь, которые выпали на долю простых людей, проживавших в Хмельницкой области Украины в период Голодомора 1932-1933 годов. Продолжение следует... Продолжение следует... Площадь внутреннего двора замка составляет 0,75 гектара. В его центре располагается замковая церковь святого Николая, построенная в 1586-1591 годах, которая представляет собой прямоугольное однонефное строение из известняка с шатровой крышей и сигнатуркой. Первоначально замковая церковь строилась как костер. Комплекс замковых сооружений включает в себя три башни, два замковых корпуса, четыре служебных помещения, замковая церковь, арочный выездной мост и замковые стены. Первые упоминания в летописях Киевской Руси о Меджибоши как укрепленном пограничном пункте относятся к 1146 году. По левую сторону замковой церкви вдоль крепостной стены располагаются корпуса историко-краеведческого музея. Украшением экспозиции в залах истории является археологическая коллекция, созданная из вещей, найденных на территории замка Меджибош, а также артефакты Киевской Руси, Трипольской и Черняховской культур. Сегодняшний вид замка сформировался в результате капитальной реконструкции 1540 года, проведенной новым собственником, польским гетьманом Николаем Синявским, который капитально реконструировал замок и устроил в нем свою резиденцию с дворцом.